Праздник Великой Победы 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 нацистам, и в которых воевало все-таки ничтожное меньшинство украинцев. Павел Числавович, то, что Украина сейчас отказывается от празднования 9 мая, это очевидно. Но посмотрите, те страны, которые являются вроде бы нашими друзьями, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, сейчас они отказываются от использования георгиевской ленты. Вот что такое георгиевская лента для нас, для жителей России, и почему наши союзники от нее отказываются? Ну, опять-таки, проблема заключается в том, что у нас нет ответа на вопрос, а кто же победил, день победы кого мы празднуем. То есть вопрос советского народа уже неправильный, потому что Советского Союза нет. Это просто исторический факт. Соответственно, наши, как бы это назвать, уважаемые партнеры из числа стран СНГ, они пытаются создать ситуацию, когда бы у них не было ничего общего с современной Россией, в том числе и они пытаются разорвать вот эту связь, создаваемую победой в Великой Отечественной войне. И поэтому, естественно, они переносят день победы на другую дату, они либо его вовсе отрицают. Что же касается георгиевских ленточек, то сами георгиевские ленточки — это, в общем-то, новодел. То есть в Советском Союзе эта символика не использовалась. Георгиевская ленточка — это символика ордена Святого Георгия, и позднее символика ордена Славы, тоже достаточно авторитетного Советского Ордена. И инициатива повязывать георгиевские ленточки возникла несколько лет назад, как, видимо, альтернатива чисто советской символике, то есть красным знаменам, звездам, серпам и молотам, то есть символике, под которой действительно была одержана победа. И эта символика возникла как общественная инициатива. То есть у нас нигде нет закона, в котором было бы написано, что георгиевская ленточка является официальной символикой Дня Победы. Поэтому те государства СНГ, которые хотели бы дистанцироваться от России, которые хотели бы продемонстрировать, что не имеют ничего общего с Россией, которые хотели бы продемонстрировать, что они не союзники России, во всяком случае в стратегической перспективе, они, естественно, все эти символы отвергают, начиная от Дня Победы и заканчивая георгиевской ленточкой. Вот посмотрите на Украине, эти символы уже не просто отвергают, там идет откровенный политический террор. Вот, к примеру, убийство Олеся Бузины, и некоторых украинских журналистов к этому относятся. По вашему мнению, какой сейчас политический режим на Украине? Тоталитарный, авторитарный или демократический? Ну, откровенно говоря, сейчас, конечно, уклон в строительство тоталитарного режима, потому что основной квалифицирующий такой признак тоталитарного режима это обязательность одобрения решений власти от простых подданных. То есть авторитарный режим, как считается, хоть он и диктаторский, но он, тем не менее, старается убрать граждан из политики. Причем не только тех граждан, которые его критикуют, но и тех, кто его одобряет. Я всегда привожу пример, если человек идет с плакатом «Долой царя!» его задерживают, потому что, ну, он же долой царя, так же нельзя. Но если человек идет с плакатом «Ура царю!» «Да здравствует царь!» то его тоже задерживают, потому что царю виднее «Ура» или «Не ура». То есть человек, который проявляет инициативу, он опасен, даже если он проявляет проправительственную инициативу. Так это для авторитарного режима. А для тоталитарного, если вы не вскакиваете и не начинаете аплодировать при упоминании имени великого вождя, то вы уже человек подозрительный. Покойный Олесь Бузина, в общем-то, насколько я понимаю, не был противником Украины, украинофобом. Он был просто сторонником иной версии украинского национализма, чем та, которая утвердилась сейчас на Украине. Это оказалось достаточным, чтобы его убили. Естественно, это признак недемократического режима. И главное, украинское общественное мнение стало горячо это все одобрять. То есть они говорят, да, ура, прекрасно, мы убили украинофоба. И один из руководителей украинских спецслужб заявил, что украинофобам сейчас надо помолчать, а не то не ровен час. Ну, намек вполне понятный. То есть в данном случае речь идет о том, что нынешняя украинская политическая система, она, конечно, приобретает черты именно тоталитарного режима. В том смысле, что требуется, безусловно, одобрение действий правительства. А если вы не испытываете оргазм счастья от решений партии и правительства, то вы уже под подозрением. А что это такое? Почему не могут на Украине определиться с итогами Второй мировой войны? Потому что вначале Яценюк заявлял о вторжении Советского Союза в Германию и Украину. А вот Порошенко неделю назад рассказал всем о том, что не было бы без украинцев победы над нацизмом. Получается, они сами не могут определиться с версией? Ну, смотрите, они при попытке национального строительства, так называемого нацбилдинга, они пошли по пути Восточной Европы. Восточная Европа вся пытается отрицать советское наследие, апеллируя к либо иммигрантским своим правительствам, ну, например, поляки. Известно, что Лех Валенца, когда стал президентом Польши, он принял власть не от Войцеха, Ерузельского, своего непосредственного предшественника, а от польского иммигрантского президента, который прилетел из Лондона. То есть они пытаются восстанавливать преемственность со своими, скажем так, белыми, которые проиграли коммунистам в свое время в войне, в политическом противостоянии. И зачастую они поднимают на щит своих местных нацистов или околонацистов, которые воевали на стороне Гитлера. Это верно для практически всех стран Восточной Европы, в тех или иных комбинациях. Соответственно, на Украине тоже есть подобный опыт. Там есть вот эти вот всякие УПА, УНАУНСО, то есть подразделения, которые были в той или иной степени союзны нацистам, которые воевали против СССР. Именно на них идет опора с исторической точки зрения. Именно представители этих структур объявляются истинными украинцами, примеру которых должны следовать все жители соответствующего государства, в данном случае Украины. Ну, тут юмор в том, что действительно подавляющее большинство жителей Украины это потомки тех людей, которые воевали все-таки в советской армии. Но как образец подается УПА. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, значит, существует очень простая проблема, которая связана с тем, что у нынешней Украины слишком большое советское наследство. Например, в 1945 году Украина вступила в ООН с подачи Сталина. Соответственно, Украина имеет статус государства-основателя ООН. Если Сталин столь зол, если советский период украинской истории это тотальная оккупация, ад и ничего больше, ну, то тогда логично Украине отказаться от этого наследия, выйти из ООН, все это разорвать. Ну, естественно, для украинского руководства это был бы неправильный шаг. Поэтому они пытаются маневрировать. То есть, они пытаются менять риторику, они пытаются приспособить уже обломки советского наследия для целей своего нынешнего проекта национального строительства. Но нужно понимать, что это на самом деле риторика и временные компромиссы. Очевидно, что на Украине сейчас формировался тоталитарный режим, как вы указали. Ну, во всяком случае, черты его есть, скажем так. То есть, пока нет единой партии, вот таких классических черт, великого вождя пока еще, Порошенко еще недостаточно великий вождь, пока еще нет тотального террора, там, всесилия тайной полиции, в том смысле, в котором она была там в нацистском рейхе, в Советском Союзе времен Сталина, но черты уже есть. То есть, если за то, что вы не одобряете правительство, вас убивают, то это черты тоталитарного режима. А какие тогда политические режимы будут формироваться в народных республиках? Вот у нас читатель Вячеслав спрашивает, что будет с Новороссией после войны? Станет ли она по-настоящему независимой республикой, экономически и политически? Ну, думаю, что, скорее всего, в нынешнем виде Новороссия, ДНР и ЛНР, скорее всего, останутся непризнанными республиками. Тот политический строй, который там создается, он калькируется с политического строя России, естественно, и со всеми достаточно серьезными недостатками нашей государственно-политической модели. Меня тут недавно поразило заявление руководства, по-моему, одной из республик, которая заявила, что глубоко соболезнует армянскому народу в связи с днем памяти жертв армянского геноцида, и заявляет о том, что армянская диаспора всегда была частью многонационального народа, по-моему, ДНР, если мне память не изменяет. То есть в данном случае как раз применяется российская модель многонациональности, которая при столкновении с типично национальной моделью армян выглядит довольно нелепо. А будет ли тот политический режим в народных республиках более демократическим, чем на Украине? Это зависит от того, насколько демократическим будет режим на Украине. Потому что сейчас, в общем-то, то, что есть в ДНР и ЛНР, это калька с российских регионов. А в российских регионах, ну как проходят выборы? Формально выборы губернаторов возвращены. Но, как мы знаем, ни одного случая победы оппозиционного кандидата на выборах в российском регионе нет. Раз мы коснулись российского... Обычно побеждает проправительственный кандидат. Вот мы коснулись уже сейчас российского политического режима. Вот в последнее время появлялись какие-то очень странные уголовные дела. Вроде преследования за продажу солдатиков в форме Третьего рейха. Кроме того, силовые органы проявили интерес к тверкингу. Вообще, почему такой абсурд идет? Ну, я думаю, что, во-первых, тут несколько причин. Во-первых, общественное мнение пытаются отвлечь от той ситуации, которая есть в стране, от экономического кризиса, от прочих проблем. Потому что в данном случае используется такая моральная повестка, характерная, например, для Америки, для полемики между консерваторами и либералами, именно американскими. Это первое обстоятельство. А второе обстоятельство все-таки это кампания, связанная с Днем Победы. То есть власти пытаются продемонстрировать, что День Победы это святое. И поэтому они еще больше борются с нацистской символикой. Но фактически, борясь будто бы за День Победы, они опять в очередной раз наносят по нему удар. Потому что подобных запретов в отношении свастик не было даже в Советском Союзе. В Советском Союзе совершенно спокойно демонстрировались фильмы про войну. И в этих фильмах, естественно, демонстрировались, ну как в 17 мгновениях весны, и свастики демонстрировались, и эсэсовская форма, и портреты Гитлера. Ну, естественно, если показывали врага, если показывали нацистов, если показывали эсэсовцев, они носили ту форму и ту символику, которая исторически была свойственна нацистам и эсэсовцам. Поэтому в данном случае это на самом деле удар по престижу Дня Победы, потому что идея закрашивать свастики в старых советских фильмах или на плакатах, которая сейчас проводится, нелепа в том смысле, что мы спустя столько лет после краха нацистского режима его боимся и боимся больше, чем мы его боялись в советские времена. — Ну а все эти нелепости, они останутся на уровне разговоров или все-таки они станут частью реальной жизни, тот же самый законопроект о наказании за тунеядство, допустим? Могут ли его принять? — Ну сейчас его уже, насколько я знаю, в Государственной Думе заявили, что его не будут принимать как антиконституционный. Другое дело, что сейчас зреют другие, гораздо более опасные инициативы. Например, инициатива исключения из Конституции ссылок на то, что базовые принципы международного права являются частью нашей конституционной системы. — Это не так безобидно, как кажется, потому что у нас права человека в нашей Конституции прописаны весьма криво и слабо, и без ссылок на международное право, я думаю, им просто банально не устоять. — Следственный комитет сейчас вносит инициативу, и закон этот будет рассмотрен в июне в Государственной Думе о том, чтобы ввести так называемое понятие объективной истины в уголовно-профессиональный кодекс, смысл которого состоит в том, что нивелируется значение презумпции невиновности. — То есть суд обязан искать объективную истину, и только если он ее не найдет, действует презумпция невиновности. То есть права подсудимого будут под очень большим вопросом. — И сегодняшняя новая инициатива о том, что прокуратура хочет получить право конфисковывать имущество людей, которые только подозреваются в том, что это имущество нажито нечестным путем, их должны обязывать доказывать, что это имущество нажито честно. Если они этого не доказывают, то у них могут конфисковать. Это опять отмена презумпции невиновности. То есть под прикрытием всех этих пчелок танцующих, скандалов вокруг свастик, вызревает довольно неприятная мутация политического режима. Если все эти инициативы вступят в силу, то жить в России станет менее лучше и менее веселее. — Ну вот мутация политического режима происходит. А какова национальная идеология этого режима? Вообще, на ваш взгляд, Россия — это Европа или все-таки это какая-то особая цивилизация, вроде той, о которой говорили евразийцы? — Ну, понимаете, идеологии в сущности нет. Есть идеологическое лавирование. По одной и той же проблеме могут быть совершенно противоположные высказывания. Ну, например, в ходе недавней прямой линии президент Путин, с одной стороны, высказался в том духе, что Россия будет защищать русских за пределами территории Российской Федерации. Это нормальное высказание с точки зрения любого национального государства. Там, допустим, Израиль будет защищать евреев в других странах, даже если это не граждане Израиля. Германия будет защищать немцев. В свое время Германия нашим поволжским немцам давала гражданство, хотя это люди, выехавшие в Россию еще при Екатерине II и говорившие на таких версиях немецкого языка, которые в самой Германии забылись. Когда несколько лет назад на Фиджи был военный переворот, и там начались погромы этнических китайцев, ну, это довольно важное для Юго-Восточной Азии торговое меньшинство, поэтому их часто громят в случае нестабильности. Так вот, и Китайская Народная Республика, то есть Пекин официальный, и Тайвань, то есть непризнанная Китайская Республика, они прислали свои суда и войска для защиты китайцев. Это, соответственно, то заявление Путина. Плюс, с другой стороны, когда он говорит о внутренней ситуации в стране, он говорит, что Россия многонациональна, мультирелигиозна, то есть он не говорит о русском характере нынешней государственности, он не говорит, что наша нынешняя государственность будет защищать русских внутри страны. И это, ну, довольно странный парадокс, потому что у нас во многих конституциях наших национальных республик, я специально проводил соответствующее исследование, прописано, что такая-то республика существует благодаря существованию такого-то народа, или что правительство данной республики обязано защищать культуру и язык данного народа и так далее. Но это, в общем, более-менее нормальные вещи. То есть политика, подводя итоги вашего вопроса, политика половинчатая, политика раздвоенная, политика таких бесконечных маневров. И у меня нет впечатления, что есть единая идеология, ее только нащупывают. Но это официальная позиция. А ваша точка зрения какова? Россия является частью Европы? Вы понимаете, что считать Европой? Европа считается, что само понятие Европа возникло в результате секуляризации. Европа была единой, католической, под властью римской папы. Это был христианский мир, как они ее понимали. Когда произошел религиозный раскол, возникло понятие Европа, чтобы, в общем-то, оно возникло поверх вот этих вот религиозных разногласий. Естественно, с культурной точки зрения, я думаю, что Россия, безусловно, часть Европы. Наша культура, это, безусловно, органическая часть европейской культуры. И, в общем, русские до 1917 года, в общем-то, были частью Европы. И правящая в России династия, она совершенно спокойно состояла в родстве со всеми ведущими династиями, ну, во всяком случае, Северной Европы, протестантской Европы. Родственники были практически везде. Ну, и, естественно, православной частью Европы тоже. То есть, говорить о том, что Россия представляет собой особую цивилизацию, я просто, честно говоря, не очень верю в цивилизационный подход как таковой. Мне кажется, что он не работает. И в зависимости от угла зрения вы всегда можете либо выделить некую страну в отдельную цивилизацию, либо, наоборот, включить в другую. Ну, например, если говорить о том, что Россия — это христианская страна, то тогда Россия — часть христианской цивилизации, несомненная часть Европы, если ее понимать как христианскую Европу, и должна входить в некий общий христианский Запад вместе с США и Канадой. Если мы говорим, что Россия православная, тогда надо выделять отдельную цивилизацию православную. То есть я думаю, что все-таки Россия — часть Европы, и сейчас, в общем-то, во всяком случае, часть российских элит, она пытается именно на европейском поле действовать с позиции христианского консерватизма, говорит о том, что необходимо вернуть Европе ее собственные христианские ценности, которые она утратила. — Ну вот многие наши западники, когда говорят о России и утверждают, что Россия является частью Европы, тут же переходят к требованиям о вступлении России в состав Евросоюза. А вот, кстати, недавно президент Чехии Милл Зэмон, который очень хорошо относится к нашей стране, заявил, что мечтает о тех днях, когда Россия войдет в ЕС или наоборот ЕС вступит в Россию. Вот как бы вы могли это прокомментировать? — Ну, чешский президент известен своими экстравагантными высказываниями, и, в общем-то, насколько я понимаю, по чешской конституции он все-таки не правит, правит правительство. Конечно, было бы весьма соблазнительно вступать в Европейский союз, но пока непонятно, примут ли нас туда, мы слишком велики с территориальной точки зрения. То есть готова ли Европа видеть в своем составе Владивосток? Конечно, в свое время была демагогия на ту тему, что вот за Европу единую от Лиссабона до Урала, от Парижа до Урала, от Лиссабона до Владивостока, но это пока что риторика. — Для нас смысл это имеет? — Для нас это имеет смысл, потому что все-таки по итогам 20-го века большевистского мы очень сильно просели. В 1917 году население России составляло, например, 10% от общемирового, что совершенно немыслимо сейчас, понимаете. А сейчас мы имеем 2% от общемирового. То есть если сейчас считать, что население Земли 6 миллиардов, то у нас должно было быть 600 миллионов населения, ничего и близко нет. То есть Россия может сотрудничать с Европой в том или ином контексте, ведь нельзя забывать, что в свое время существовала и сейчас, кстати, существует, но уже полузабытая Европейская ассоциация свободной торговли, куда входили Британия и ряд ее союзников, ну там Норвегия, например, и так далее. Сейчас эта организация существует, но все ключевые страны из нее вышли, туда входят Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия. Они сотрудничают с Европейским Союзом. Мне кажется, что было бы большой удачей, если вот наш Евразийский Союз, который мы сейчас создаем, пошел бы по такому пути. То есть может быть Россия, Белоруссия и Казахстан не вступят в Европейский Союз как таковой, но может быть мы сможем дружить союзами, создать союз между этими союзами. Вот такой сценарий, мне кажется, более вероятный, чем прямое вступление. Мне кажется, европейцы на прямое вступление не готовы. Пока у нас с европейцами очень плохие отношения, они ведут в отношении нашей страны санкции. А есть ли у России силы на то, чтобы вести это противостояние, вести эту холодную войну с Европой? Ведь у нас, посмотрите, сколько проблем. Проблема с пенсионной системой, со здравоохранением, с экономическим ростом. Как долго мы можем держаться? Ну, я думаю, что держаться мы можем долго, просто по той банальной причине, что, грубо говоря, вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо, потому что появление американских войск, тем более ракет, допустим, в том же самом Донецке, означает, что война между Россией и Западом может начаться неожиданно, и с учетом подлетного времени ракет закончится крайне плачевно для нас. То есть, Соединенные Штаты — это единственная в мире страна, которая имеет опыт применения ядерного оружия Хиросимы и Нагасаки. В общем-то, скорее всего, палец, лежащий на ядерной кнопке, не дрогнет. И поэтому кризис на Украине и острая реакция руководства России на него на счет связаны просто с истерикой, ну или не истерикой, а крайней обеспокоенностью, скажем, дипломатично наших военных кругов. Потому что понятно, что если Украина становится в НАТО, это означает для России крайнюю степень военной опасности. И поэтому тут, я думаю, Россия просто будет держаться до тех пор, пока не заставит Запад считаться со своими интересами.